Это уже вторая подборка самых бесполезных вещей, которые существуют в играх. В этот раз список бесполезностей получился прямогненным, в том числе с вашей помощью. Если вы запамятовали, то мы вместе ищем самые ненужные навыки, предметы, оружие, NPC, расходники и прочее-прочее, а потом мы проведем голосование, скорее где-нибудь в Телеграме, чтобы выявить самую-самую бесполезную штуку в истории видеоигр. Мы это делаем для потомков, чтобы они нами гордились, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, ставьте лайки, заходите в группу ВК, Телеграм и Дискорд, материализуйте еду в руках и внимайте, ведь с вами был Джать и мы начинаем. Отличные проекты, которые могут засесть под корки и которые могут подарить новый экспириенс, редкость в наше время. Особенно, когда разработчики старательно создают уровень за уровнем и тратят уйму времени на проработку интересного мира, в котором вам стоит провести десятки увлекательных часов, и только поэтому уже стоит поиграть в Атомика. Да, вы возможно видели мой обзор по ней, и я могу уверенно повторить, это отличный фантастический боевик с открытым миром, и его стоит заценить, вот почему. В нем интересный сюжет и первоклассная графика уровня ААА проекта, которая с первых кадров и до финальных титров будет радовать глаз. А благодаря погружению в мир альтернативного Советского Союза со своей ретро-футуристикой и возможностью расчленять все, что не прибито к полу с помощью самого разнообразного оружия, ты наслаждаешься этим миром, словно там и жил. Кстати, про оружие. Его здесь много, и оно интересное и запоминающееся, а мне лично очень зашел ближний бой, рекомендую. И как не рассказать о перчатке со сверхспособностями, это крутой гаджет, который разнообразит ваш геймплей, добавляя, например, убойный телекинез. И, конечно, за что стоит отдать должный разработчикам, это дизайн уровней, такого вы точно не видели, это просто великолепно. Так что не стоит ждать, когда вам расскажут изо всех котелков об Атоме Хард, и пора пройти его самим по моей ссылке в описании. Тем более, надо быть готовым к новым DLC. Удачи! Помните, в прошлый раз мы говорили про очки ночного видения в Думе? Невероятно, но нашлось кое-что побесполезней этого. Теперь уже в Unreal. Ну, и не мудрено, собственно говоря, любой уважающий себя разработчик аркадных шутеров на заре двухтысячных обязан был добавить в свою игру какую-нибудь необычную срань, иначе ее просто никто не купит. А так, добавили какой-нибудь коломет, и все бегают радостные, противников за яйца подвешивают, но иногда в творческих муках рождается не веселая срань, а неописуемая срань. Такая, что даже разработчики не понимают, как она тут оказалась. И иногда это происходит из-за благих побуждений. Так создатели Unreal в 98-м году засунули сами себя в рамки того, не ожидая. Несмотря на то, что у них игра про далекие планеты и летающих двуруких жаб, харкающих тротилом, им нужно было придумать что-то технологичное, ведь в этом была цель самой игры. Фотореалистичные текстурки, фотореалистичная водичка, фотореалистичная игра светотени, фотореалистичный огонь, которым горит ваш компьютер, пытаясь обработать всю эту красоту. Первый Unreal — это крайне хорошая технодемка, продающая движок, которую по ошибке назвали игрой, и все поверили. Первый час вам только и делают, что показывают, насколько глубокие здесь тени, как мерцают лампочки, как выглядит дым, обработку огромных пространств, пальмы, разбросанные тела — все, лишь бы вы сидели перед монитором и говорили «Вау, это ж прям как в Анапе». Поэтому абсолютно все должно было выглядеть прогрессивно, в хорошем смысле. Самое невероятное инопланетное оружие должно использовать физические особенности. Зеркала должны быть даже там, где их никто не предусматривал, просто потому что зеркала в играх — это круто. Враги должны использовать весь свой интеллект на максимум. Короче, чтобы через 10 лет в игру зашли и сказали «Вау, до сих пор как в Анапе». И судя по всему, исходя из этой идеи, в игре появилась такая штука, как голосовая коробка. По факту, это переносная колонка, отобранная у школьников и переработанная для боевых целей. Поэтому через нее на всю громкость играет не какой-то там заезженный фонг из тиктока, а сочные звуки стрельбы и шагов для настоящего эстетства. По задумке, эту колонку ты должен кидать, а она начинала громыхать звуками бойни и привлекать к себе внимание противников, пока не настанет время взрывного припева. Конечно, тактической глубины это не добавляет даже на бумаге, зато задумка в целом неплохая для 98-го года так-то. Но вот в чем проблема. Эту колонку крайне сложно найти в игре. Это один из самых редких предметов, что в сингловой кампании, что в мультиплеере. И ты можешь носить только одну колонку за раз. И даже если вы ее подберете и кинете под ноги противнику, вы быстро обнаружите, что она не работает на ботах. Вообще. Бас-буст колонку, отвлекающую врагов, разработчики-то сделали. А вот объяснить искусственному интеллекту, что он должен на нее отвлекаться, нет. Но подождите, слушайте, она же взрывается, правильно? Ее же можно использовать как ну очень редкую бомбу с таймером, как например. И да, ее можно было бы так использовать, если бы взрыв колонки наносил ущерб окружающей среде. Все верно, колонка не наносит урона при взрыве. Это просто спецэффект. И мы можем сделать вывод, насколько эта колонка была полезна и важна для геймплея, исходя из того, что спустя 24 года, множество патчей и переизданий в Steam, колонка все еще не отвлекает врагов. То есть разработчики забили на основную функцию этого предмета, и теперь у вас просто есть штука, которую ты можешь швырнуть, и она просто будет издавать звуки. Был бы там меладзе, еще куда не шло. Ну а так, ну да, она может сработать на живых людях в мультиплеере, но вы правда будете это делать? Вы правда будете кидаться этой штукой, когда там все кряхтят, передвигаясь прыжками на сверхзвуковой, и шмаляют ракетами наугад? Я вас умоляю. Но самое смешное, что даже на фанатских википедиях в разделе с голосовой коробкой написано «Из-за своей бесполезности ее нельзя найти ни в одной другой Unreal». Похоже, у нас образовался один из лидеров среди самых бесполезных вещей, но, возможно, это еще не победитель. С голосовой коробкой может кое-что поспорить, и это что-то появилось спустя всего год, в 99-м году, в Superman 64. Одной из худших игр всех времен. Игра, где величайшего супергероя на планете, лысый черт, заставляет летать через кольца, раскидав их по городу, и это физически больно. Больно для ваших глаз, больно для ваших пальцев. Я в этом уверен, я это знаю, потому что мне пришлось для этого видео пройти ровно половину Superman 64 на клавиатуре с долбанутой раскладкой, которая может сломать некоторый мозг. Но поверьте мне, это лучший вариант, который у меня был. И все это только для того, чтобы найти бесполезную вещь, которая находится в единственном экземпляре ровно в середине игры, убедиться, что она бесполезна, и записать это на видео. Потому что никто в интернете эту вещь на видео не использовал. Все называют эту вещь бесполезной, все ее почему-то подбирают, но никто так и не показал, как она работает. Так что у вас тут эксклюзив, если что. Вы увидите то, что видели единицы. Я говорю про рентгеновское зрение, оно же X-Ray. И единственное место, где вы можете увидеть, как оно должно было работать в игре, это в рекламном ролике. Да, вот это оно. Зрение, которое позволяет тебе видеть сквозь стены. Угу, круто, мы очень в этом заинтересованы. Уберите лазеры из глаз и морозное дыхание, они нам не понадобятся, у нас есть это. Зачем Супермену смотреть через стены, если он может этой стеной всех отмудохать, никто не знает. С другой стороны, мы, блядь, про Супермен 64 говорим. Тут деревянные поддоны взрываются вместе с плафонами от ламп. Тут можно брать плафоны от ламп и взрывать ими роботов. Как я об этом узнал, совершенно случайно. Пока я приземлялся, врезался в потолок, и в награду Супермен забрал с собой плафон. Тут можно брать плафон из потолка, я в шоке. Ведь управляется Супермен как гнилой уазик без тормозов, который может двигаться на 360 градусов во все стороны. Представили, насколько это страшно? Чтобы что-то тут делать, требуется навык и подготовка, знаете ли, они вам тут понадобятся. Управлять Суперменом и защищать Тони Хоуков от роботов и теневой мафии это одновременно и челлендж похлеще этих ваших темных соусов, и то, чем вы будете заниматься всю игру. Если вы все еще думаете, что вы играете за Супермена, а не за летающую буханку в плаще, то вы ошибаетесь. Ведь все суперспособности в этой игре это поверапы, которые заканчиваются. То есть просто так использовать свои силы вы не можете. Вы должны их найти и подобрать. А это, блядь, сложно, поверьте мне. Я это все к тому, чтобы вы понимали, через что мне пришлось пройти, чтобы добраться до определенного закутка, где лежит вот этот поверап рентгеновского зрения, которого в этой игре больше нигде нет. Мне правда было интересно, почему рентгеновское зрение ни в одном прохождении, ни в одном видео по Супермен 64 не используется. Я был готов к тому, что оно бесполезно и никак не влияет ни на что. Я знал это. Но игра все равно умудрилась меня расстроить и вколоть такую дозу фрустрации, что я еще сидел и думал, а нахрена я вообще это делал? Ведь рентгеновское зрение не работает вообще. Вы можете подобрать поверап. Полоска использования будет уменьшаться, но в игре ничего не изменится. На уровне нет ни одной стены, которую вы могли бы просветить. Одежда Лоис не исчезает, если на нее смотреть. Я пробовал, будьте уверены, под разными углами. А при переходе на следующий уровень поверап исчезает. Реклама игры меня обманула. Я правда думал, что буду делать дырки в стенах, но я не могу. Это крайне поганое чувство. Да мне вообще не нужны эти дырки в стенах. Они мне не интересны. Но блин, как же обидно. С другой стороны, у нас есть еще один фаворит на самую бесполезную вещь, ведь в отличие от колонки, которая делает хоть что-то интересное, на X-Ray бессмысленно даже смотреть. Из этого экспириенса с прохождением Superman 64 я вынес только одно. Что у меня оказывается, есть встроенный навык адаптации к самому пальцеломному управлению с клавиатурой в консольных играх. Да уж, мог бы вкинуть очки навыков во что-нибудь полезное, типа строить двухэтажный дом из веток, как в выживачах, например. Говоря о них, выживачи крутые. Почти любой выживач будет прекрасным, по-детски волнительным первые 20 часов. Ну то есть ровно до того момента, когда ты начнешь обузить системы и станешь слишком крутым, чтобы смотреть на взрывы кроватей. После 20 часов это совершенно другой экспириенс. Там выживач начинается не для тебя, а для тех, кто вокруг. Мне кажется, поэтому выживачи до сих пор популярны. Все их меняют как перчатки, потому что ищут вот это вот ощущение познания, которое толкает тебя заниматься самыми душными делами на свете с энтузиазмом в глазах. Любой нетронутый прекрасный мир живет спокойной жизнью, пока в нем не появляешься ты и не начинаешь копать кратеры в преисподнюю выкашивать поголовье скота, ведь тебе просто тупо интересно попробовать все. И разработчики не дураки, разработчики секут эту фишку и делают удовлетворяющую прогрессию, когда от палки ты приходишь к автомату и чувствуешь себя охеренно в этот момент. Так сейчас делают все, но так было не всегда. Я уверен, у каждого из вас была печальная история с золотом в Майнкрафте. Да, именно. Было ужасно. Возможно, это был первый раз, когда вы заматерились при матери, потому что не смогли сдержать эмоций. Благодаря Майнкрафту каждый точно знает, что предметы из золота бесполезны, если они не декоративные. Да, золотые инструменты можно зачарить, они могут быстрее добывать некоторые ресурсы, но вопроса, какую кирку ты возьмешь в свой карман, алмазную или золотую, просто не стоит. Золото в Майне приносит больше гемора и хлопот, чем польза. Создатель Майнкрафта просто гений. Его идеи до сих пор никто не понимает. У него может работать деревянная кирка, добывающая камень, но золото будет, как в реальном мире, мягким, непрочным и непригодным для инструментов и оружия. И как и в реальном мире, его будет очень сложно достать. Это сейчас каждый первый научный доктор в Майнкрафте, и алмазная кирка за пять минут погнали, но в первый раз, когда ты докопаешься до золота, это будет событие. Ведь чтобы до него докопаться, тебе нужно обжиться, найти свое первое железо, догадаться, что в этой игре есть печь, и что ее можно скрафтить. И спустя несколько часов интенсивного погружения в шахты и падения в лаву, найти парочку жалких блоков золота, которые ты будешь хранить, как зеницу ока, думая пустить его на что-то полезное. И пока ты всем вот этим занимаешься, ты понимаешь, как работает система, каким правилам следует Майнкрафт. Каждый новый тип материала позволяет эффективнее добывать ресурсы, становиться более живучим и находить следующий тип материала. От дерева к камню, от камня к железу и так далее. Этому правилу следует всю игру, кроме момента с золотом. На моменте с золотом, мама, я панк, нахер правила. Собрав десяток золотых слитков, вы тщательно обдумывали, на что же их пустить, что создать первым, броню, меч или может быть кирку. Но оказалось, что мучиться в выборах не стоило. Что бы вы не выбрали, результат будет одинаково плачевным. Все снаряжение из золота крайне быстро изнашивается и имеет смехотворные характеристики. Золотая броня улетает от первого же зомби, а золотая кирка может добывать разве что уголь. Она не то что железо, она золотой блок не может добыть. Но что бы вы ни сделали из золота, оно будет хоть сколько-то полезнее, чем золотой меч. Золотой меч – это самая бесполезная трата ресурсов и одно из самых бесполезных оружий в играх. Это буквально премиальный деревянный меч, ведь они оба наносят одинаково минимальный урон. Только вот деревянный меч ты можешь собрать руками за 3 минуты, а вот ради золотого придется потеть несколько часов. При этом деревянный меч будет лучше в любом случае, ведь он крепче, чем золотой, и нанесет больше урона, прежде чем сломаться. Майнкрафт – мудрая игра, она учит нас не поддаваться на блестяшки. Или на медь. С относительно недавних пор медная руда решила посоревноваться с золотой в бесполезности, и даже ее обыгрывает, поскольку многие до сих пор задаются вопросом, а для чего нужна медная руда? Этому материалу в Майнкрафте уже почти 2 года, и столько же времени он лежит в сундуках игроков, в ожидании, когда ему найдут применение. Даже если вы хотели быть первым флексером на деревне с медными штанами, у вас этого не выйдет, ведь ни штанов, ни шапок, ни мечей из меди создать просто нельзя. Все, что вы можете, это скрафтить подзорную трубу, громоотвод и медный блок. И как ни странно, самым полезным из этой троицы будет медный блок в качестве декора. Труба лишь занимает место в инвентаре, поскольку есть прищур через оптифай, а громоотводы не позволяют молниям бить куда-нибудь важные объекты и поджигать дерево, но они бьют настолько редко, что это воспринимается как событие, и эти штыри просто стоят и портят внешний вид. Кстати, о внешнем виде. Вампиры секси, согласны? Быть секси – это их работа. Все мы тайно хотим выглядеть как вампиры, но выглядим как вампиры. Вампирам даже удалось романтизировать пожирание людей настолько, что девочки мечтают однажды оттянуть воротник и сказать прибывшему кровососу «На, жри мою шею, оторви ее к херам во имя любви и залей все вокруг кровью!» Это ж так романтично! Если вампиры смогли добиться этого, то неопределенно на стиле. Они воруют все внимание, и игры не исключение. Вот посмотрите, вот это вот что? Чувак с малетом на голове, с шортиками на заднице и с веревочкой в руках. С таким набором только псин соблазнять, ну и богу. А вот теперь посмотрите на этого мужчину, а? Чувствуете, ну? Ему даже конь не нужен, он сам как жеребец. Гляньте, плащ из поплина, волосы хоть продавай, идеально сидящий камзол, шпага в руках, ну красавец, ну хорош! Только ни одна девочка свою шею ему не отдаст, ведь его рост 180 сантиметров. Ну знаете, да, этих девочек? Ты можешь быть идеальным средоточием всего самого лучшего из мужского мира, но если ты не 2.20 и дама на твоем фоне не размером с чихуаху, а ты в пролете. Да это ужас какой-то, обнимите своих низких друзей. А прикиньте, вы еще бессмертное существо, и начинаете из-за своего роста комплексовать. Castlevania Symphony of the Night, похоже, именно это и произошло. Ведь как иначе объяснить, что в игре существуют готские ботинки, вся суть которых в гигантской платформе? В Castlevania куча предметов, жанр все-таки обязывает. Некоторые из них критически меняют геймплей, некоторые весьма ситуативны, но они используются как-никак. В Metroidvania обычно предметы должны делать что-то полезное в любом случае, но вот эти вот ботинки, они реально просто увеличивают рост персонажа. Аж на 10 сантиметров, если верить википедиям. Представляете, да, какая там платформа? Можно предположить, что ботинки позволяют допрыгивать до каких-нибудь высоких мест, но нет. Они не несут никаких геймплейных изменений, просто растягивают спрайт персонажа на пару пикселей и даже не меняют его хитбокс. При этом, если на изменения в росте не указать, вы их вообще не заметите. Разница там минимальна. Но если ботинки позволяют Алукарду чувствовать себя уверенней, то почему бы и нет? Не просто ж так, они идеально налезают ему на ноги. Ну или у него одинаковый размер ступни с Дракулой. Ботинки-то найдены в его замке. Данные ботинки на самом деле созданы для другой игры. Балан Вундерволт. Хотя, возможно, все как раз таки наоборот. Сама игра создана под впечатлением от этих самых ботинок. Я уверен, во всех промо-роликах Балан Вундерволт разработчиков этой игры заставляли носить одежду, потому что они сами не видят в ней никакого смысла и обычно ходят голышом. Только люди, которые ненавидят одежду всей душой, могли создать игру, где есть 80 костюмов, из которых 77 бесполезны. Балан Вундерволт – одно из тех произведений, которые ты обходишь стороной, потому что так говорят инстинкты. Защитный механизм заложенной эволюции работает с этой игрой на 100%. Тебе правда хочется от нее убежать. И дело даже не в том, что она плохая и в нее стоит играть только если в тебя целится снайпер, а в том, что она по-плохому плохая. Ну знаете, есть плохие игры, созданные от недостатка опыта и непонимания, чего хотели сделать, но имеющие свой шарм и абсолютно наивную искренность, которыми ты можешь проникнуться и полюбить всю творящуюся на экране глупость. Но люди, стоявшие за балан Вундерволт, знали, что они делают и им нравилось то, что у них выходит. При том, что все их решения, все их идеи, которые попали в игру, по итогу настолько неловки и нелепы, настолько неестественно все вместе собрано, что просто смотря на эту игру, ты понимаешь, что здесь происходит что-то неправильное. Если что, нас должна была ждать милая и веселая интерпретация Марио Одисси, но вместо этого нас ждали танцы с подавленным фури-фермером и дайвером, которую дельфин довел до психических расстройств и разбил сердце. Боже, за что нам это? И от этого всего за километр несет зловещей долиной. Это мультяшная игра, она не должна была отталкивать и пугать. Эта игра является причиной, почему стоит запретить моушн-кепчур и песни с танцами заодно. Ладно, если б музыка вся была оригинальной, но там три трека на 13 танцев. То есть они не смогли написать всего 13 минут музыки и песен, имея композиторов. Угадайте, справились ли они с 80 костюмами, имея геймдизайнеров? Костюмы в баланде дают игроку разные способности, позволяющие пройти крайне специфические ситуации. Настолько специфические, что как минимум треть костюмов используется один раз за всю игру, а половина из оставшихся копирует способности другой половины или добавляют незначительные изменения. При этом сами способности зачастую недостойны способностями называться. Ну, например, ты можешь стать фонарем и просто светить вокруг, или создавать лестницы, или быть другим фонарем, или крутить шестеренку. Ну, вы поняли логику. Но весь этот мусор, называемый костюмами, может чувствовать себя спокойно и уверенно, потому что есть бокс-фокс. Этот костюм создали исключительно из-за названия, не так ли? Бокс-фокс. Название единственное, что в этом костюме имеет смысл, поскольку он позволяет превращаться в непобедимый куб, который может скользить и разбивать особо крепкие препятствия. Вы не можете управлять кубом. Вы не можете менять направление скорой скольжения. Вы даже не можете выбрать, когда вам превращаться в куб. Это происходит рандомно, в самые ненужные для того моменты. Этот костюм управляет тобой, ты должен под него подстраиваться, а не он под тебя. У этого костюма есть характер, безусловно, но зачем вам с ним бороться, когда особо крепкие препятствия приспокойно разбиваются другими костюмами того же типа, что и бокс-фокс. Все, что вы в этом костюме можете, это случайно проскальзывать в пропасти и ловить момент равной секунде, чтобы набрать достаточную скорость для скольжения перед превращением. Реально, обуйте этот костюм в ботинке из Symphony of the Night, и вы получите самый бесполезный наряд в истории и одну из самых идиотских способностей. Подобные штуки в играх, как бокс-фокс или ботинки, лучше не трогать. Они занимают место, лишают вас жизни, портят ваш игровой процесс или заставляют вплоть до финальных титров задаваться вопросом, а для чего эта штука вообще нужна. Игравшие в Two Worlds задавали себе этот вопрос даже слишком часто. Опять же, возвращаясь к финальному боссу под деревом из этой игры, которого мы уже вспоминали, зачем проходить Two Worlds, если есть деревенские мужики. Но если вы не спидранер и проходите игры обычным способом, вы будете гадать, а для чего же нужна треть всех навыков в игре. Многие из них стандартны для жанра RPG, но остальные весьма оригинальны и интригующие. Например, с самого старта у вас есть уловка, когда вы шоркаете по земле и поднимаете клубы пыли в глаза противнику. И вы можете делать это очень долго, фактически бесконечно, пытаясь понять, а есть ли от этого хоть какой-то эффект. Враги как махали мечами и дубинами, так и машут, а вы как дурак подметаете пол ногой. Вы можете прокачать вместо этого навык плавания, правда вот плавать тут особо негде, и даже не изучив плавание, вы все равно будете уметь плавать, только медленнее. Тут еще есть факел, и факелом можно научиться тыкать в лицо, оставляя ожоги. Правда вот брать факел в руки вы будете исключительно случайно, потому что даже самые темные подземелья в Two Worlds являются местами слишком светлыми и гостеприимными. Вы также можете изучить защиту и парировать все атаки противника с каким-то шансом. Звучит круто и очень полезно, правда вам придется в этот момент ничего не делать, даже ходить нельзя, иначе навык не сработает. Можете представить, насколько эффективно вы разваливаете группы врагов, не атакуя их и стоя на месте. Но самым бесполезным навыком в игре является выбивание из седла, хотя поначалу может показаться, что этот навык пригодится. Сама игра с самого начала через загрузочный экран скажет вам, что сидя на лошади, вы эффективнее боретесь с пешими противниками. Звучит логично. Смотришь навыки и действительно плюс 20% к урону, сидя на лошади на старте. Это нехилый такой бонус. Складывается ощущение, что всадники здесь весьма опасные противники, но самой большой угрозой будет ваша же лошадь. Как только вы ее добудете, вам захочется побыстрее от нее избавиться, и лошадь с удовольствием в этом поможет, застряв где-нибудь. Потому что если сказать, что лошадь в этой игре управляется, это будет для нее комплиментом. Она очень туго поворачивает, причем вправо она поворачивает хуже, чем влево, я не знаю почему. Она может свернуть в сторону, потому что на пути оказался небольшой камушек, которого вы даже не видели, а в камушке побольше она может остаться до конца игры, и вы ничего с этим не сделаете. Попасть с лошади по противнику можно, но для этого требуется множество условий, в том числе правильное расположение планет в небе и нужная температура за окном. С другой стороны, вас тоже не могут укусить и ударить, поэтому любая битва на лошади превращается в отчаянный цирк заторможенных. И поверьте, это вас впечатлит, оставит, так сказать, след в душе. Вы начнете представлять, сколько проблем принесут вражеские всадники, и желая минимизировать встречи с ними и уравнять шансы, если что, вы прокачаете навык выбивания седла. Но в тот момент вы, скорее всего, не знали, что игра уже все минимизировала, потому что в Two Worlds вы не встретите ни одного вражеского всадника. Их просто нет. Здешние лошади настолько плохи в использовании, что даже искусственный интеллект отказывается на них садиться, несмотря на бонусы к урону. В этой игре есть навык, который контрит несуществующего противника. Так что если вы вдруг почувствуете себя бесполезным, вспомните про выбивание седла в Two Worlds. Он просто есть. Это, конечно, еще не все бесполезные вещи, которые существуют в играх. Обязательно пишите в комментариях бесполезные вещи из игр, которые вы помните. Самые лучшие точно попадут в выпуск. А потом проведем голосование, чтобы выяснить раз и навсегда, какая вещь в видеоиграх является самой бесполезной. А чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на канал, на группу ВК, Дискорд и Телеграм. Там куча всего интересного и важного. А у меня пока на этом все. Пис вам, люди. Пока.